Сегодня украшаем интерьер. Приготовьте оазис и поддон, сухие длинные листья, а также цветы, ирисы и соцветия алюма. Здравствуйте! Вы смотрите программу Ботаника. Сегодня мы сделаем композицию специальную для интерьера. Делать ее совсем несложно, а смотреться она будет достаточно эффектно. Ну что же, ближе к делу. Для начала мне нужно приготовить оазис. Оазис должен быть влажный, а также поддон или какое-то небольшое невысокое кашпо. В моем случае это поддон нейтрального зеленого цвета, который мне придется задекорировать. Для этого я использую вот такие вот сухие листья. В принципе, материал для декорирования оазиса может быть любым. Мне достались вот такие вот листья диковинные. Не знаю, откуда они и что это за листья, но материал шикарный. Они очень плотные и широкие. Я думаю, что я при помощи них буду декорировать край поддона и практически весь оазис. Но, конечно же, вся длина мне не понадобится, так как композиция моя все-таки будет не настолько огромной. Поэтому мне придется их разрезать. Для этого я использую быкновенные ножницы. Самое главное определиться с длиной. Я думаю, что листья должны быть немного длиннее поддона, поэтому возьму за основу вот такую вот длину, такой вот размер. И нарезаю листики вот этой вот определенной длины, плюс-минус сантиметр. Сразу же можно попробовать закрепить их на месте. Конкретно те листи, которые у меня, хороши тем, что их можно закрепить даже без каких-то дополнительных технических материалов. Вы видите, они очень интересно устроены. Они как бы сложены вдвое. Именно за счет этой особенности я могу просто воткнуть край листа в оазис. Так вот очень аккуратненько я втыкаю. И, в принципе, таким образом поддон у меня уже задекорирован. То есть не обязательно его декорировать полностью. Самое главное, что эффект весь будет на листьях. И я не использую никакого дополнительного технического материала, что важно. Таким вот образом, просто втыкая листья в оазис, я могу очень удобно задекорировать всю поверхность. Очень быстро мы таким натуральным способом. Также, если мы хотим увеличить площадь декорированной поверхности, можно листья таким вот образом раздвигать и использовать уже в таком более широком варианте. Нарезаем оставшуюся партию листьев. Конечно же, я сомневаюсь, что вы найдете такой шикарный материал в любой момент, когда вам это понадобится. Поэтому нужно запастись каким-то запасным вариантом. Я думаю, что в данном случае может быть все, что угодно. Любой материал. Сухие ветки, сухие листья. Может быть, даже не сухие, а живые листья. Например, в Центральной России в болоте растет очень много растений с похожими листьями. Это может быть что-то вроде рогоза или какие-то другие растения. В общем, оглянитесь вокруг себя, посмотрите, что у вас есть. И всегда можно что-то придумать. Совершенно не хуже, а иногда даже и лучше, чем то, что предлагаю я. Для того, чтобы край листа более удачно вошел в уазис, я делаю предварительный разрез. Так, отлично. Продолжаем размещать листья. Ну и, естественно, оставляем между листьями зазор, чтобы мы впоследствии могли расположить цветы. Лучше для начала поставить не очень много элементов и потом добавить. Так, чтобы нам не нарезать лишнего. Добавить мы в этом случае успеем, если в этом будет необходимость. Итак, вот такая вот получилась забавная заготовка. Такая достаточно лаконичная. В принципе, для строгого интерьера, я думаю, что это то, что нам надо. Оставшиеся листья пока убираем. Возможно, они нам еще пригодятся, а может быть и нет. И приступаем к декорированию цветами. Задача очень проста. Если у нас есть интерьер, то, скорее всего, композиция уже должна быть не очень маленького размера. Поэтому задача такова, что из минимального количества цветов мы должны сделать максимальный объем. В принципе, цветов у меня не так мало, но они достаточно некрупные. Поэтому, если мы хотим усилить эффект от таких вот, на первый взгляд, неброских цветов, нужно расположить их в какой-то определенной последовательности. У меня будет достаточно строгая форма композиции с конкретными формами и линиями. Но сейчас вы все увидите. Для начала я возьму алиумы. Они мне будут создавать верхний ярус композиции. Он будет иметь определенную изогнутую линию. А ирисы, хоть это и более благородные цветы, все-таки будут на нижнем ярусе. И создавать нижнюю линию. Но начнем, пожалуй, сначала с алиумов. Эти замечательные, очень удобные цветы. В том плане, что у них очень конкретная форма. То есть ровный ярко-зеленый стебель, фактически ярко-зеленая линия. И такой вот фиолетовый шарик. То есть, в принципе, для лаконичных композиций со строгими формами очень удобный элемент. Для начала мне нужно определиться с формой и с линией, которые будут создавать алиумы. Нужно представить себе ее мысленно или даже лучше нарисовать. Тогда вы точно не ошибетесь и сможете создать правильный образ. У меня все зарисовано, поэтому я могу только лишь представить уже в объеме, как это должно выглядеть. Для начала расставлю маячки, так называемые, крайние цветы, на которые я буду ориентироваться, чтобы сделать ту форму, которую я задумала. А уже потом буду заполнять эту форму количеством цветов. Вот такая вот у меня будет изогнутая слегка линия. Сейчас остается лишь заполнить ее необходимым количеством цветов, так чтобы она стала более явной. И, конечно же, следим за высотой цветка. Не забываем подрезать кончики цветка, обновлять срезы. Это важно, чтобы цветы дольше стояли и могли лучше пить воду. Для самых длинных деталей выбираем наиболее ровные цветы. Это, конечно, непросто, потому что цветы все-таки от природы не могут быть идеально ровными. Но, тем не менее, в нашем случае просто выбираем максимально ровные, которые вы можете найти. Этого будет вполне достаточно для наших целей. Все-таки у нас такой цветочный дизайн. Дизайн из природного материала, поэтому можем себе позволить некоторую неточность. Нужно быть сосредоточенным, делая эту работу, потому что тут важна точность линий. Поэтому приходится доставать цветы и подрезать их заново, чтобы не ошибиться в высоте. Поэтому не нужно торопиться. Настройтесь на спокойную работу. Смотрите, какая получилась линия. В принципе, это как раз то, чего я хотела добиться. Теперь нам нужно сделать вторую линию. Она будет состоять из ирисов и будет находиться чуть ниже. Я думаю, что она примерно будет повторять то, что у нас есть здесь, с небольшими нюансами. Приступим. Схема точно такая же. Мы берем ирисы, подрезаем у них ножки и расставляем для начала маячки. Потом уже заполняем эту линию количеством цветов. Причем, заметьте, одну особенность. Я стараюсь не перекрещивать стебли цветов. То есть, когда я ставлю их, я стараюсь их ставить параллельно. Вот по такой схеме. У нас весь характер композиции выстроен на том, что присутствует много-много параллельных линий. И здесь параллельные линии, и здесь. Поэтому, если я поставлю цветок как-то на бок, пожалуй, это будет странно и нелогично. Обратите внимание на эту особенность. Какую-то часть ирисов имеет смысл поставить внутри конструкции, то есть постараться продеть между стеблями алиума. Вон туда, вовнутрь. Чтобы у нас не была композиция слишком сквозистой и такой поверхностной. Пускай она уходит немного в глубину. Не забываем работать в объеме и обязательно добавляем цветы и с обратной стороны тоже. И также не забываем про бутоны ирисов. Пускай наша композиция простоит дольше за счет того, что какие-то цветы уже будут отцветать, а какие-то только начнут распускаться. Когда у вас готовы основные детали из цветов, осталось добавить совсем маленькую деталь. Так как у нас все еще видно оазис, что не есть хорошо и правильно, мы можем убить сразу двух зайцев. Во-первых, мы закроем оазис. И во-вторых, мы добавим немножечко шарма, усложнив немного нижнюю часть. Для этого мне понадобится всего лишь пару листиков аспидистры. Выбираем подходящий экземпляр. Отрезаем у нее ножку. И при помощи ножниц нарезаем на небольшие полоски. Вот такие вот полоски. Не очень широкие. И теперь вот эти полоски мы располагаем вот здесь, между сухими листьями. Фактически получается так, как будто это тот же самый элемент, только еще не успевший высохнуть. То есть у нас иллюзия двух состояний одного материала. Я думаю, что здесь это вполне уместно. И будет даже выглядеть как-то интересно. Заодно, учитывая, что цвет аспидистры, наверное, максимально отражает цвет оазиса, практически совпадает с ним, то он становится практически незаметен для глаза. Если, конечно, не быть очень придирчивым. А тем более в масштабах интерьерной композиции все-таки это такая вещь, на которую смотрят немного издалека. Так вот, в масштабах композиции, я думаю, что подобный подход вполне нас устроит. Ну что же, по-моему, это был последний штрих. Думаю, что самое время насладиться результатом. А на этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу Ботаника. Будьте творческими и радуйтесь жизни. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok